Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Арутюнова Карина Владимировна, и я рада, что мы сегодня с вами вновь проведем наши уроки. Начнем мы с математики, но и по традиции, конечно, с домашнего задания. Откройте, пожалуйста, ваши тетрадочки, книги на странице 180, и проверим, как же вы решили первую задачу. Бульдозер за 3 часа выровнял 234 квадратных метра дороги. Какую площадь дороги выровнит бульдозер за 10 часов, если будет работать с той же производительностью? Не надо вам напоминать, как выглядит бульдозер. Давайте посмотрим, как вы справились с краткой записью. Итак, 3 часа — это 234 квадратных метра. Нас спрашивают за 10 часов. Ответить на этот вопрос мы сразу не можем, ребята, поэтому сначала мы должны ответить на вопрос, сколько же он сможет выровнять за 1 час. Значит, тип задачи правильно — на приведение к единице. Итак, что же мы сделали первым действием? Первым действием мы находим, сколько он выровнит за 1 час. Для этого мы 234 разделили на 3, и я уверена, у всех вас получился тот же ответ, что и у меня — 78 квадратных метров. Ну а теперь нужно узнать за 10 часов. Для этого мы 78 умножаем на 10. Получается, конечно, 780 квадратных метров. Давайте запишем краткую запись или проверим, правильно ли она записана у меня. Молодцы! Следующая задача, ребята, номер 19. И в ней спрашивается об удивительном человеке Мукеми. Известный писатель, поэт, сатирик. На самом деле, ребят, при рождении он получил имя Мухаммад Амин-Ходжа. Он родился в Коканде, а псевдоним Мукеми получил уже после того, как начал печатать свои произведения. Мукеми означает постоянство. Постоянство во всех своих начинаниях. Именно таким и был наш великий предок. В 1939 году был основан музыкальный театр Мукеми в Ташкенте. А в 1943 году, ребята, построено новое здание, которое и сейчас существует, и наверняка многие из вас в нем уже бывали. И стало оно называться Государственным музыкальным театром драмы и комедии имени Мукеми. Посмотрите, пожалуйста, ребят, вот так выглядит наш театр. Уверена, что после того, как у вас появится возможность выйти из дома, одним из первых мест ваших посещений станет именно театр Мукеми. Ну а теперь задача. Нас спрашивают, Великий узбекский поэт Мукеми родился в 1851 году, а умер в 1903. В каком веке родился Мукеми и сколько лет он прожил? Мы знаем, ребят, чтобы узнать возраст, нужно из большего числа вычесть меньшее. Пожалуйста, 1903 минус 1851. Какое число получилось у вас? 52 года. Да, это очень мало для такого великого человека, который мог бы совершить еще множество открытий в области литературы. Но он прожил очень яркую жизнь, и мы до сих пор помним о нем с благодарностью. Я желаю, ребята, вам всем прожить жизнь так, чтобы оставить в ней свой неизгладимый след. Ну а теперь давайте ответим на второй вопрос. В каком веке родился Мукеми? Итак, для этого нам нужно посмотреть на дату рождения. В веке 100 лет. Значит, мы смотрим на количество сотен. 1851. Сотен в этом числе 18. Отбрасываем мысленно две последние цифры. Остается 18. Прибавляем к этому числу 1 19. Значит, родился Мукеми в 19 веке. Давайте проверим. А умер 1903. Отбрасываем мысленно две последние цифры. Смотрим на количество сотен. 19. Прибавляем к ним 1. Получается 20. Значит, умер он в самом начале 20 века. Ну а чтобы закрепить эти знания, предлагаю вам немножечко поупражняться. Представьте себе. Год 1526. Закрываю пальчиком последние две цифры. Смотрю на количество сотен. Прибавляю к ним 1. Получаю 16 век. Еще раз. 1200 год. Мысленно закрываю пальчиком последние цифры. Смотрю на количество сотен. Прибавляю к ним 1. Получается правильно. 13 век. Ну и последний. Да, наш с вами год 2020. Мысленно закрываю последние цифры. Смотрю на количество цифр. Прибавляю к ним 1. Получаю век, в котором мы с вами и живем. 21. Слышу, слышу. Уже кто-то из вас, наверное, и сейчас говорит, что мы не пишем так даты века. Действительно, век, ребята, принято обозначать римскими цифрами. Ну что ж, принимаю ваше замечание и спешу исправиться. Давайте проверим, правильно ли я записала. Итак, 16 век — это 10 и 6. 13 век — 10 и 3. И 21 век — 2 десятки и единица. Ну что, теперь правильно? Мы с вами отличная команда. А значит, сейчас так же быстро и дружно решим следующее логическое задание. Не пугайтесь. Мы сделаем это вместе. Посмотрите внимательно. Задание несложное, но с небольшой заковыркой. Если хотите, можете даже зарисовать его. Итак, с чего же мы начнем? У нас есть только результаты наших буквенных выражений. Даже не буквенных, а картинных выражений. Легче всего, наверное, начать с самого начала. Если три одинаковых картинки, обозначающие, заметьте, одинаковые числа, равны 15, стало быть, каждое из них равно, совершенно верно, 5. Согласны? Если наша ручка равна 5, 23 минус 5 равно, совершенно верно, 18. Но у нас два карандаша. Какие два одинаковых слагаемых равны 18? Правильно, это 9. Итак, если карандаш равен 9, сумма их равна 18, а 20 минус 18, наши ножницы равны 2. Ну и теперь вспоминаем. Ножницы 2, ручка 5. Слышу, слышу. Вот так всегда. Кто кричит с места, не подумав, делает ошибки. Обратите внимание, один карандаш равен 9, а у нас их 2. Значит, не 9, а в 2 раза больше. И? Правильно, 18. И опять слышу крики с места, торопышки. Послушайте, вы опять ошибаетесь. Вы к 18 прибавили 2, получили 20, умножили на 5, 100. И вы ошиблись. Вспомните, какое действие выполняется вначале. Конечно, вначале наполняем умножение. 2 умножить на 5, 10. 10 плюс 18, правильно, 28. Ну что, теперь понятно? Обещаю, в следующий раз задание будет еще сложнее. Но не пугайтесь, вместе мы справимся. А сейчас я предлагаю вам решить задачу. Откройте, пожалуйста, страницу 180. Найдите задачу 21. Готовы? Читаем ее вместе. Мотоциклист движется из одного города в другой, расстояние между которыми 230 км. Успеет ли он попасть в другой город за 3 часа, двигаясь со скоростью 76 км в час? Ну что ж, постараемся ответить на этот вопрос. А так как это задача на движение, чертим. Скорость, время, расстояние. И в этой задаче все показатели у нас известны. У нас известно расстояние пути 230 км. У нас известно время 3 часа. У нас известно скорость 76 км в час. Нам нужно узнать, успеет ли он преодолеть с такой скоростью нужное расстояние или нет. Чтобы найти, какое же расстояние удалось преодолеть мотоциклисту, нужно скорость умножить на время. Умножаем. Что получается у вас? Давайте проверим. 228 км. Это то расстояние, которое успел преодолеть наш мотоциклист. А теперь главный вопрос. Успеет ли он попасть в другой город? Всего у нас 230 км. Он преодолел 228. Успеет или нет? Для этого мы из 230 должны вычесть 228. Да, всего 2 км не хватило ему, чтобы за данное время добраться до нужного города. Сожалеем. Не успеет. Запишите, пожалуйста, ответ. Но мы с вами до конца урока должны успеть еще повторить решение примеров. Поэтому скорее дописывайте ответ и начинаем решать. Пример на деление. Вспомните, мы с вами отрабатывали особые случаи деления в столбик. Давайте вспомним и повторим этот особый случай. Итак, 164 410 разделить на 82. Вспоминаю алгоритм. Сначала определяю количество цифр. Для этого вспоминаю. Первое неполное делимое – это 164. После него еще три цифры. Значит, в частном будет 4 цифры. В количестве первого неполного делимого у нас 164. Десятков 16. Делим на 82. Десятков 8. 16 поделить на 8. Берем по 2. 2х2 – 4. 2х8 – 16. Вычитаем. Результат вычитания равен нулю. Но 0 мы впереди не пишем. Берем следующий разряд. 4. Но 4 меньше 82. Значит, в частном будет 0. Берем следующий разряд. 1. Но 41 опять меньше 82. Значит, в частном снова не будет разряда. Мы ставим 0. Берем следующий разряд. Единиц. 410. И теперь подбираем такое число, которое при умножении на 2 дает в конце 0. Совершенно верно. Проверяем. 2х5 – 10. 0 пишу. 1 запоминаю. 5х8 – 40. И 1 – 41. Вычитаю. В результате получаю 0. Отлично. Ну что, раз все понятно, тогда следующий пример мы сделаем достаточно быстро. Записываем. 123 414 разделить на 67. Сначала определяю первое неполное делимое. Это 123. После него у нас еще три знака. Значит, в частном будет 4 цифры. 123 на 67. 12 десятков на 6 десятков. Можно было бы взять по 2. Но у нас еще 7 единиц. Значит, 2 – это много. Беру по одному. 1 умножить на 67. 67. 123 вычесть 67. 13 минус 7 – 6. И 11 минус 6 – 5. 56 меньше 67. Значит, я должна взять следующий разряд. 564 я делю на 67. Заметьте, в делимом 56 десятков, а в делителе 6 десятков. 56 разделить на 6 я беру по… правильно, по 8. Проверяю. 78 – 56. 6 пишу, 5 – запоминаю. 6 и 8 – 48. И еще 5 – 53. Вычитаю. 14 минус 6 – 8. 5 минус 3 – 2. Но 28 – число, которое меньше 67. Значит, я должна взять следующий разряд. 1. 281 делю на 67. Беру по 4. Проверяю. 4х7 – 28. 8 пишу, 2 – запоминаю. 4х6 – 24. И еще 2 – 26. Вычитаю. 11 минус 8 – 3. 7 минус 6 – 1. Беру следующий разряд. 4. И теперь подбираю такое число, которое при умножении на 7 дает в конце 4. Это несложно. 2. Проверяю. 2х7 – 14. 4 пишу, 1 запоминаю. 2х6 – 12. И еще 1 – 13. Вычитаю. Результат. Остаток – 0. Молодцы. Ну что ж, ребят, мы сегодня провели большую и очень плодотворную работу. Я вами очень довольна. Вы молодцы. Осталось записать домашнее задание. Страница 181, номер 22 и 23. А я благодарю вас за урок. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова